Ну вот люди понимают насколько. Уважаемые коллеги, как вы знаете, такое ощущение, что Пасху на Донбассе, именно на оккупированных территориях, люди будут праздновать в голоде. Реально, Крашенки и Пасхи без изюма. То, что будет стоять на столах, нечего будет в лукошки нести, потому что люди истощали, вынесли все из подвалов. Нечем сегодня кормить детей на этих территориях. То, что касаемо переселенцев, я каждый день практически через себя пропускаю сотни этих людей, которые приходят с социальными проблемами. Матери-одиночки, у которых реально по три, по четыре ребенка, которые выехали на эту территорию, не получают реальной помощи. Пенсионеры, которые переехали сюда в надежде на помощь, полтора миллиона человек или миллион семьсот тысяч человек, которые еще даже не зарегистрированы. Из них ровно половина переехала на территории назад, потому что нет жилья, нет работы, нет возможности получать социальные дотации. Сегодня люди, которые на карточку получали пенсии, буквально я разговаривал с учителями, с врачами, со всеми говорим, Сережа, объясни там, ты едешь на Савик, а я только оттуда. Скажите, что здесь люди с автоматами, мы их боимся. И реально здесь нет тех террористов, о которых говорится. Да, стояли в очередях, кто-то пошел и реально был зомбирован Кремлем. Но сегодняшняя ситуация, зайдя в магазин, получив пенсию 944 гривны на карточку, реально там есть эти банкоматы, которые реально снимают с карточки на карточку. Да, этими людьми должны заниматься СБУ, должны заниматься правоохранительные органы. Но бабушка, которая зашла купить себе буханку хлеба и пять литров этой воды, реально, чтобы хотя бы напиться, которой нет в кранах. Мы не можем их бросить на произвол судьбы. Это нарушение всех прав человека. Нарушение Конституции. Мы обязаны сегодня обратить на это внимание, вплоть до того, что собрать консилиум из депутата Верховной Рады. Мало того, что депутаты лишили переселенцев права голосовать, полтора миллиона человек, это украинцы сделали второстепенными. Сегодня хотят решить, реально получать пенсии. Нужно сделать, может быть, я получаю информацию от переселенцев, сделать зеленые коридоры. Месяц времени. Есть минские договоренности. Получать эту пенсию человек обязан. Люди отработали по 45 лет. 25 лет на независимую Украину работали люди. Пенсионный фонд пополнялся. Может быть, сегодня в пенсионном фонде вот такая дыра. И в этом есть проблема о невыплате пенсии. Может быть, сегодня в Ащадбанке нет тех денег, которые скапливались годами пенсионеров. В этом надо разобраться. И в этом надо разобраться силовым структурам. Конечно же, есть аферисты, которые по карточкам получают эти сотни тысяч гривен, как сказал Сергей Соболев, которого взяли чиновника на этой взятки. Но в действительности сегодня можно сделать ту систему не броневики. Можно сделать в Лисичанске, в Северодонецке, в Рубежном, в Краматорске. Приемные в банках, ащут банка, где реально можно положить пенсионеру. Он не может переехать каждый месяц и индифицировать свою личность. На полгода сделали пенсии на карточку, раз в месяц может получить свои деньги. Да, разбираться, каким образом там работает банковская система. В действительности надо в этом разбираться. В действительности разбираться, кто грабит сегодня пенсионеров от 5 до 9 процентов, снимая с их карточки. Но индифицировать личность можно в течение полугода. Те люди, которые не смогли переехать в свою территорию, их всего лишь навсего 0,2 процента. Это 90 тысяч людей от населения, от нашего Украины, которые не смогли приехать в нашу мирную Украину. Да, есть проблема, не каждого можно обогреть. Но вот этих людей, которые собрались, это реально социальный может произойти взрыв. Если эти шахтеры, которые сегодня пришли в мирную Украину, 4 месяца не получает мужик пенсию, не может реально заработанную пенсию получить и реально купить себе кусок сала, накормить свою семью, вы представьте, когда они выйдут с отбойными молотками. Это специально делается кремлевскими руками, для того, чтобы сегодня разбудить, разворушить этот рой. И реально людей, люди здесь не при чем. Играются политики, состыковывают людей лбами. А что делается кремлевскими руками? Я уверен, что надо сегодня у олигарха в руках сконцентрировано СМИ поставить ретрансляторы на тех территориях, транслировать украинское СМИ, радио, прежде всего, далее. Я уже сказал, сделать зеленый коридор для пенсионеров в течение месяца. Индификация личности. Дать возможность на полгода на карточку деньги, и в течение месяца можно снимать. И таким образом выяснить, каким образом в терминалах снимаются деньги. Разоблачить эту коррупционную машину. Вы правильно сказали, что сегодня составами идет контрабанда. Сегодня на техполке есть и украинский товар, который в 4 раза дороже, чем здесь. Есть и белорусский товар, есть и российский товар. Но его купить невозможно. Сегодня можно таким образом помочь. Пусть международные организации контролируют. Не надо банкоматы сегодня везти. Не нужно везти туда бронированные машины. Есть маленькая машинка, которая может идентифицировать эту карточку. Выдайте предпринимателям, которые зарегистрировались в мирной Украине, но работают на той территории. Можно реально проводить эту транзакцию, и пусть платит человек именно в мирную Украину, а не на ту территорию. Да, я согласен с Хереско, которая еще при том Кабмине заблокировала ЛЭО, которая находилась де-факто юридически на территории ЛНР, а все полностью механизмы того же ЛЭО находятся в мирной Украине. И правильно, что сотни миллионов не пошли за электроэнергию туда. И в этом я согласен. Пусть перегистрируются эти олигархи, но пенсионеров бросать сегодня нельзя на производство судьбы. Вы бы что бы ласкать, потому что...